Весной, как правило, хочется драйва, хорошего настроения, нового прилива сил. Весной у нас обязательно появляются новые планы и хочется изменений в жизни. Но как понять, с чего же начать? Как же в таком случае встретить весну? А ответят на этот вопрос психологи Юлия Семенова и Мария Нафанаилова. Доброе утро, девушки. Доброе утро. Итак, как же поднять себе настроение весной? Ведь многие после долгой зимы пребывают в пассивном настроении, даже депрессии. Что делать в этом случае? Ну, в этом случае стоит с чего-то начать. Для начала, как говорится, да? Например? Ну, например, вообще весной правда все меняется. Это время, когда можно что-то начать. Это так кажется. И часто нам мешают наши страхи, наши сомнения. И кажется, так много чего-то хочется, что непонятно, с чего начать. Может быть, для начала стоит просто определиться, ну, выбрать, с чего именно начать. Не важно, что начать, главное начать. Да, да, да. Начать, например, заниматься английским языком, да, записались на ремонт. Новое дело, в общем, добавляет энергии. Я знаю, что психологи нынче весной, в частности, вы, да, предлагаете такую вот антидепрессивную игру михофория, да? Что за игра такая вот? Действительно, она очень интересная. Я когда первый раз поиграла, я решила, что об этой игре должны знать. Ну, как можно больше людей, чтобы они поиграли. Это игра, знаете, о том, как выйти из тупика, либо как из каких-то нересурсных состояний обрести позитив, настрой на будущее. А можете чуть-чуть подробнее объяснить, немножко непонятно, сколько человек играет в эту игру, или это можно в одного? Кто может, да, вот принять счастье в этой игре? Ну, вообще разработчики говорят о том, что нужно играть максимум 5 человек. Хотя эта игра может быть проведена и среди компаний, да, в основном это, ну, наши игроки это где-то 4-5 человек. Игра, имеется такое вот... Доска, поле. Настольное поле, есть кости, есть фишки, и игроки начинают ходить. Да вы что, это не активная игра, да? Я почему-то представила так. Это интеллектуальная игра. Похоже, чем-то на монополию? Интеллектуальная. Интеллектуальная игра. В чем цель? Игра — это анализ своей души, анализ своей проблемы, своей задачи, запроса. Но несознательным способом, ну, вот как это делается, там, например, на консультации или в коучинге, да, по-разному. Это обращение к образу. То есть совершенно такой другой опыт работы с проблемой, с вопросом. А кто вообще может принять участие? Вот возраст, я не знаю, социальный статус, пол? Или абсолютно любой человек? Ну, где-то с 14 лет, потому что там достаточно, ну, такие вопросы, что ребенку младше 14 будет сложно. А это игра на победу, там будут команды, кто первее, кто умнее, кто как душевнее. Кто честнее. Да. Это, наверное, игра, где выигрывает каждый. Там игра с самим собой. Я так понимаю, там вот бросаются кости, ваше, как сказать, альтер-эго проходит какие-то шаги, и потом, допустим, на этом шаге он берет какую-то бумажку, да, и отвечает на вопрос. А какие вопросы вообще могут быть? Да-да-да, смотрите, там вот как на поле нарисованы 7 планет. Планет? Планеты. Это как аналогия с маленьким принцем, который, чтобы изменить свое отношение к Розе, да, побывал на разных планетах, чтобы понять себя, да. И точно так же игроки, когда работают со своей проблемой, они на каждой планете отвечают на специфические вопросы, и тем самым они трансформируют свои проблемы. И нужно честно ответить всем участникам игры на этот вопрос, да? Или для себя? Да, там отвечаешь участникам, есть вопросы, обращенные к участникам, есть вопросы, обращенные к себе, и параллельно ты рисуешь, пишешь, рисуешь, и там прямо видно, как этот образ меняется. Такой возрастной сенс, наверное. Да, и есть еще такой секрет такой в этой игры в том, что в принципе проблема озвучивать не нужна. Не обязательно, да? Да, да. Вы просто приходите, говорите свой образ, на что похожа ваша жизненная ситуация, например, я чувствую себя, как белка в колесе, да, я чувствую себя, какие у нас образы? Как болото. Как болото. За сосалами. Да. И просто вот не говоря проблему, просто вы играетесь с этим образом. А, то есть в голове как бы сформулировать, но озвучивать, слух ее можно не озвучивать. Это как первый шаг решения проблемы, озвучить эту проблему. Ага. А итог-то какой будет вот этой игры? Первый шаг как раз таки, я думаю, да? Итоги потрясающие там. Вот если игроки дают обратную связь, мы помимо того, что мы играем в эту игру, еще 21 день мы сопровождаем игроков. То есть там идут дополнительные задания, и они заземляются. То есть это метафора, с которой они работают, которая преобразовалась, ее нужно как-то включить в свою жизнь реальную. И для этого дается вот этот 21 день. И по истечению 21 дня там такие потрясающие вещи происходят. Метаморфозы наверняка, да? Весенние метаморфозы. Что ж, огромное спасибо Юлии и Марии за интересную, увлекательную беседу. Действительно, очень стало интересно поиграть в эту игру метафорию, чтобы проснуться после вот этой зимней спячки, сбодриться и начать действительно что-то новое. Мы с вами прощаемся. Благодарю вас. С праздником вас. Прошусь.